МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Научно доказано, вирусам не страшны даже межгалактические перелеты. Именно такие вирусы поистине космической выносливости обнаружили недавно наши ученые под многокилометровой толщей океана. И теперь научный мир и, конечно, все мы с замиранием сердца ждем, каких подводных инопланетян обнаружат члены подводной экспедиции, когда им удастся проникнуть в закоулки Марианской впадины. Но чего нам ожидать от таинственных обитателей морского дна, когда они будут выпущены на волю? Летом 2011 года эта новость стала настоящей сенсацией. Недалеко от берегов Латвии, в глубинах Балтийского моря между Швецией и Финляндией, группа ученых-подводников столкнулась с загадочным объектом. Команда шведских геологов под руководством Питера Линдберга с помощью подводного радара искала в Ботническом заливе останки корабля, пропавшего в этих водах более века назад. Максимум, что ученые рассчитывали найти на борту затонувшего судна, это несколько ящиков с шампанским. Однако в этот день их ждали поистине невероятные находки. Неожиданно на сонарах, сканировавших морское дно, появилось странное пятно огромного размера. Сделав несколько снимков, ученые пришли к выводу, что прямо под ними на глубине 90 метров находится огромный объект круглой формы и диаметром более 18 метров. По предположению ученых, находка дайверов вполне могла стать первым в мире веским доказательством посещения Земли представителями инопланетных цивилизаций. Более того, морское дно вокруг предполагаемого космического корабля было испещрено крупными ямами и трещинами, которые вполне могли остаться после приземления НЛО. Открытие команды Линдберга вызвало фурор в шведской прессе. Многие газеты посвятили этой теме свои первые полосы. Журналисты отмечали, что предполагаемое НЛО очень похоже на корабль «Тысячелетний сокол» из фильма «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Однако главный вопрос, которым задавалась шведская пресса – как проверить, на самом ли деле находка геологов это потерпевший крушение космический корабль? Даже если мы будем говорить не о глубинах, то мы не до конца понимаем, что в мировом океане делается. А если мы обратимся к глубинам, наиболее труднодоступной области мирового океана, то, конечно, мы понимаем, что мы очень далеки от понимания самых простых вещей, которые происходят в глубинах океана. И одна из самых простых и одновременно важных вещей – это то, какая жизнь есть в глубинах океана, какой ее состав, какие животные там живут, чем они отличаются от тех животных, которые населяют поверхностный слой океана. Объяснить происхождение этого предмета долго никому не удавалось. Поэтому одна за одной возникали невероятные теории – от осколков Атлантиды до даров пришельцев. Однако ученые в сверхъестественные силы верить не спешили. Сначала ученые думали, что это просто камень или скала. Но в ходе дальнейших наблюдений выяснилось, что это огромный гриб, высотой около 4 метров, с округлыми сторонами и краями. В верхней части объекта также были обнаружены странные каменные образования, которые были покрыты чем-то похожим на сажу. В июне 2012 года исследования подводного диска были продолжены более детально. Однако тут ученых ждала новая загадка. Оказалось, что при подходе к неопознанному подводному объекту перестает работать любая электроника. Подводные телекамеры отключаются, прожектора гаснут. Невероятно, но аналогичный эффект описывают очевидцы полетов НЛО. При пролете тарелки на малой высоте начинают отключаться электрические приборы, глохнут двигатели с электрозажиганием, пропадает радиосвязь, гаснут фары машин и уличные фонари. Исследователи морских каких-то исследовательских проектов, они говорят о том, что на данный момент, сейчас на настоящее время, исследовано всего 1% дна мирового океана. То есть практически человечество вообще ничего не знает, что там творится на дне. Если честно, мы знаем хорошо топографию, например, Луны и Марса, других планет каких-то. Мы можем видеть, что там находится на поверхности этих планет. А вот на дне океана практически таких исследований у нас не ведется. Что же обнаружили исследователи в водах Балтики? Совсем недавно независимые исследователи обнародовали рассекреченные файлы правительства Швеции. Так стало известно, что объект был найден в районе, в котором шведские и норвежские военно-морские силы на протяжении 16 лет вели подводную войну с неуязвимым противником неизвестной природы. В разное время на загадочные субмарины были сброшены тысячи глубинных бомб. Но ни одна из них не была уничтожена. Возможно, что найденный объект одна из таких лодок, все-таки получившая критические повреждения от бомб шведских кораблей и затонувшая на дне Ботнического залива. Или это корабль-шпион, посланный на Землю? Но для каких целей? Территория нашей планеты на две трети покрыта водой. До сих пор наукой не изведаны все те тайны, которые хранит в себе мировой океан. Возможно, там, под толстым слоем воды, существуют другие цивилизации, отличные от нашей по форме своего существования. То есть некая какая-то человеческая раса, может быть, выродившаяся, может быть, оставшаяся от гибели Атлантиды, и которая научилась жить под водой, то есть, может быть, предвидя катастрофы какие-то, они специально настроены были так и специально подготовили свое физическое тело для того, чтобы жить под водой и продолжить свое существование, то есть, в виде подводной цивилизации. Многочисленные наблюдения и исследования приводят ученых к мысли, что в морских глубинах существуют подводные цивилизации, живущие параллельно нашей. У острова Андрес, Багамские острова, найдена огромная каменная трехъярусная подводная структура, которая похожа на такой, на огромный мегалитический порт, пристань, куда подходили, видимо, большие корабли. Откуда там большие корабли, когда там не было ничего, кроме индейцев, которые жили там когда-то. Сложные архитектурные комплексы подводные были найдены в районе Кубинских островов еще с 50-х годов, когда там исследователи подводные советские подводные лодки, которые исследовали эти структуры. То есть вот такие центры, вот они как раз и находятся, вот, пожалуйста, северная Атлантика, то, что мы говорим, цивилизация Атлантиды. Может, это связано было с Атлантидой? Скорее всего, да. Ну, есть же подводные каменные структуры? Есть. Они найдены, зафиксированы. Значит, кто-то 10 тысяч лет назад строил это все. Более того, в истории есть реальные примеры, рассказывающие о людях, которые жили в водной среде. О том, что они действительно когда-то существовали на нашей планете, говорится в мифах и легендах, проживающих у моря народов. Различные мифы и предания всего человечества рассказывают о неких учителях, о неких прибывших из океана, из глуби океана, из глуби морей, неких рыбообразных существах, которые научили человечеству различным ремеслам, наукам, культуре, цивилизации и так далее. Вот тот же Посейдон, да, тот же Посейдон, тот же Оаннес, который прибыл в шумерские земли, где Месопотамия, где сейчас Иран-Ирак. Описания необычных фантастических существ, которые живут в водной среде, попадаются не только в древних мифах и преданиях. Достаточно обратиться к русским классикам. Загадочным образом в поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» появились знакомые всем нам с детства строки. У лукоморья дуб зеленый, «Русалка на ветвях сидит». Эти строки появились в поэме через 8 лет после ее создания. Что же перевернуло сознание поэта? Известно, что в это время он посетил Таманский полуостров. Такая идет полоса вокруг Земли. И вот таких 12 точек, 12 могил дьявола. Майо Сандерс назвал 12 таких точек, таких могилами дьявола, что там могли создаваться какие-то центры подводных цивилизаций. Одна из этих 12 точек находится как раз у побережья Крыма. Долгие годы ученые не могут прийти к единому мнению, существует ли подводная цивилизация в Черном море или это вымысел. Однако последние исследования говорят о том, что в Крымской акватории действительно существуют иные формы жизни. Все-таки космический мир, он даже больше исследован, чем подводный мир глубин. И, как бы сказать, бывают чудеса. И не всегда человек способен объяснить, да, неким событиям, происходящим под водой. Тоже известные факты, да, и, как бы сказать, визуализированные, так сказать, людьми, неоднократно докладывавшиеся, так сказать, военно-морскими офицерами, да, о неких событиях, происходящих в глубинах океанов и неподлежащих объяснениях. Иногда по ночам в Черном море вдали от берегов моряки наблюдают яркие полосы света под судами. Сначала они выглядят, как огромные флюоресцирующие пятна, похожие на след от прожектора, а затем распадаются на спицы гигантских колес, которые начинают быстро вращаться. Причем в противоположную ветру и морским волнам сторону, тем самым опровергая версию их естественного происхождения. Капитаны в своих записях оставляют такие свидетельства о том, что вдруг на поверхности воды появляются огненные такие странные какие-то свечения в виде колес, очень странно похожие, напоминающие те самые круги на полях, которые возникают у нас на юге нашей страны, в Ставрополье. Ученые называют эти загадочные световые шары огнями Святого Эльма. Это электрическое свечение, которое порой окружает высокие заостренные объекты с приближением грозы. Среди моряков это явление долгое время было своего рода знаменьем божественного вмешательства, поскольку возникало при штормах. Для команды корабля призрачное свечение символизировало направляющую длань Святого Эльма, покровителя моряков. Неоднократно светящиеся явления в форме полос разного окраса, оранжевого, желтого, алого, в виде лучей, в виде крутящихся звезд, или, как их иногда называют, светящихся колес, колес, внезапно, среди ночи появляются, окружают корабли. А некоторые такие колеса, даже каким-то образом, сохраняя свою форму, вылетают из-под воды и исчезают в небе. Нередко экипажи судов наблюдали световую демонстрацию геометрических фигур. Чаще всего это были овал, треугольник или круг. Иногда эти фигуры разделялись на две или три составляющие. Бывали и такие случаи, когда на одном и том же судне наблюдали эти явления несколько ночей подряд. Эти световые явления обычно либо сопутствуют, либо предшествуют, либо воспоследуют за землетрясениями, извержениями вулканов, либо вообще даже являются маркерами, которые могут показывать, вероятно, которые, вероятно, могут показывать предстоящие будущие землетрясения или цунами, которые следуют обычно за каким-нибудь мощным землетрясением. Однако некоторые исследователи убеждены, что огни Святого Эльма являются ничем иным, как предвестниками появления НЛО. Неопознанные объекты передвигаются на сверхвысоких скоростях. Из-за этого окружающая атмосфера сильно нагревается и электризуется. В результате этого появляются светящиеся шары, которые предупреждают человека о приближении гостей из другой цивилизации. Неопознанные летающие объекты, которые очень часто видят пассажиры судов, самолеты, которые пролетают над океанами, видят часто, что вдруг внезапно появляется из воды какой-то объект шарообразный, взлетает на высоту и потом опять падает море. Что это такое? Видят же люди. Есть свидетельские показания? Есть. Многочисленные свидетельские. Тысячи людей видят. Не только, я говорю, не только на земле, на суше, но и на море. Популярный телеведущий и путешественник Федор Конюхов во время одной из своих экспедиций тоже встречался с загадочными огнями Эльма. В 2010 году в Индийском океане его корабль был буквально окружен неизвестными светящимися объектами. Вот один такой шар, что мне это долго, я наблюдаю, он пролетает, пролетает, и слышно, слышно шум, а то же расстояние очень слышно, и с него как будто что-то капает. Вот как будто с него горящее что-то капает, и долетает до океана, и гастет. И то же самое. Вот это такое было одни разы в жизни, именно что все реальное, и что с него как будто вот это капает, горящая такая, ну, если, пускай, там, бензин или что-то капало, горело, но до океана не долетает и гаснет. И он так проходит и с таким треском. Позже Конюхов вспоминал, что за 15 минут до встречи с необычным шаром его яхта неожиданно заглохла. Он долго не мог понять, почему отказывается работать двигатель. Все приборы навигации на несколько минут вышли из строя, и через некоторое время так же неожиданно начали работать вновь. То есть радар прекращал, если прекращать, прямо, говорится, все, становится серо. Но я то сам, как организм свой, это не чувствовал. Федор Конюхов ни минуты не сомневался в том, что в тот день видел высокотехнологичные летательные аппараты. Но что за вещество капало из корпуса объекта? Быть может, на нем случилась поломка? Или это был очередной неизвестный человеку эксперимент, который проводили пришельцы? Более того, известный исследователь вспоминает, что от аппарата исходил пронзительный треск, который с трудом мог выдержать слух человека. Когда он шел несколько минут параллельно со мной, а потом раз, я резко ушел в сторону, набрал такую большую скорость, сразу ушел за горизонт. Когда я рассказал одному из космонавтов в нашей стране, то он сразу сказал, что, Федор, это не земное происхождение, потому что на земном шаре мы, еще ни один конструктор, ни любой страны еще не научились так делать, чтобы резко менять траекторию и так резко тормозить. Понимаете, нету такого. Значит, я это, говорит, что-то неопознанное. То же самое, или явление рту, или свинец, или сожжем. Я как раз потом и думал, что если самолет попадет в такое, то он, соответственно, нарушится все. Я-то был на стыке неба и моря, океана. Неужели на дне океана действительно обитают разумные существа? И таким образом они вступают в контакт с человеком? Не указывают ли многочисленные световые сигналы из подводных глубин на существование других цивилизаций? В Тихом океане, видимо, была тоже цивилизация, которую многие называют ее Лемурией, Пацифидой, которая была намного-много, скажем, раньше той цивилизации Атлантиды, о которой мы все время говорим. И тоже достаточно много интересных артефактов найдено в районе Юго-Восточной Азии, от Индии. Значит, у Восточного побережья, у Западного побережья Индии также найдены подводные каменные структуры, типа городских таких, каких-то, какого-то городского комплекса. Видимо, город был подводный. Но город-то был подводный, он сейчас находится под водой. Такие же подводные каменные структуры были найдены американскими исследователями на Багамских островах. В 1963 году ВМС США проводили очередные учения у берегов Пуэрто-Рико. В них принимали участие пять эскортных кораблей, авианосец ООС, а также несколько подводных лодок. Кроме того, в учениях были задействованы и самолеты, причем, по крайней мере, один из них на бреющем полете буксировал за собой на тросе устройство для обнаружения подводных лодок. Оно находилось чуть ниже водной поверхности. Судя по отчетам, подводные лодки маневрировали в этом районе в режиме бесшумного хода. Тогда на радарах, на подводных радарах, было высвечено как раз вот обнаружено с нескольких радарных систем, обнаружено движение объектов 120 узлов. Скорость 120 узлов, 1 на 1,8 умножьте, это примерно 220-240 км в час. Вахтенный офицер в рубке немедленно сообщил об этом командиру корабля. А тот, в свою очередь, связался со штабным кораблем, авианосцем ОСП. Каково же было удивление, когда он услышал, как члены экипажей остальных кораблей и самолетов гидроакустического наблюдения сообщают о том же загадочном явлении. Соответствующие донесения обо всем этом были немедленно направлены командующему Атлантическим флотом ВМС США в Норфолк, штат Вирджиния. Офицеры, технические специалисты и другие участники учений, находившиеся на борту кораблей, утверждали, что они самолично видели на экранах странные сигналы. Размер объектов до 100-150 метров. Это зафиксированные объекты на глубине, самое удивительное, я просто думаю, что это немножко ошибочно, на глубине 8 тысяч футов. Это если взять 8 тысяч футов, то превратить это в район 4 километров. Гидроакустики в течение 4 дней имели возможность следить за сигналами с этого загадочного объекта. При этом он маневрировал в пределах обширного района и погружался на глубину 20 тысяч футов. Между тем, рекорд глубины для стандартной подводной лодки составляет около 6 тысяч футов. Что же это был за объект? И с какой целью он вступил в контакт с человеком? В марте 1966 года институтом ВМС США проводились испытания по дальней подводной связи. Антенна длиной почти в километр была проложена вдоль континентального шельфа. В море находилось судно с опущенными ко дну локаторами, чтобы ловить сигналы. Эксперимент начался в штатном режиме, но дальше события стали развиваться загадочным образом. Сначала приборы принимали сам сигнал, затем что-то вроде повторения сигнала, как эхо, и какие-то странные, как будто закодированные сообщения. Моряки проводили эксперимент несколько раз. С тем же результатом. В каждом океане есть свои аномальные зоны. Существуют всевозможные, так сказать, участки, причем они, ну, как бы сказать, не постоянно в одном и том же месте, да, они как бы блуждающие. Так называемые вот эти аномальные явления, где гидрология морем может меняться, да. Позже моряки вспоминали, что во время эксперимента у них было четкое ощущение, что кто-то на глубине принимает сигнал их кораблей, имитирует его и посылает обратно. Но что значило это странное послание? Официальный эксперимент был закрыт. Но есть свидетельство того, что спецслужбы США продолжали глубоководные исследования. ЭВМ того времени показали, что сигналы эхо, полученные моряками, никаким эхом не являлись, а следовательно велась передача сведений на языке, который был неизвестен человеку. Сегодня есть много свидетельств контакта человека с неопознанными летающими объектами. Однако с таким явлением, как НПО, неопознанный подводный объект, знакомы немногие. С появлением радаров и других приборов, изучающих морское дно, ученые стали фиксировать объекты, передвигающиеся на большой глубине с фантастической скоростью, недоступной для современных подводных лодок. В 80-х годах японские ученые обнаружили в Тихом океане на глубине 500 метров гигантский водоворот, скорость вращения которого в десятки раз превышала все допустимые нормы. Это сверхсложные объекты технические. На таких объектах могут возникать сбои, они могут каким-то странным образом себя проявлять. В общем, человек интенсивно стремится в глубину океана. И сейчас пришло время такое, что глубина океана осваивается как раз путем создания необитаемых аппаратов, которые двигаются с собственным интеллектом даже, которые двигаются в океане и делают массу всяких измерений. Огромные путешествия длинные, потому что источники энергии сейчас не являются, в общем-то, определяющими. В сентябре 1997 года в том же районе из-под воды вновь вынурнул сферический объект, только диаметром уже метров 220-250. Произошло это неподалеку от норвежского траулера «Полярная звезда». Объект завис на небольшой высоте и стал передвигаться параллельным с траулером курсом. Исчез НПО внезапно, словно растворился в воздухе. Эти объекты могут проникать, скажем, невидимо для нас в экономические зоны наши 200-мильные, могут заниматься военным шпионажем, могут заниматься промышленным шпионажем в том смысле, что они могут вести работы, которые покажут им, насколько, скажем, углеводородные ресурсы, лежащие в нашей экономической зоне, богатые, как можно сделать их оценки. И я думаю, что это очень такое перспективное развитие будущего освоения мирового океана, потому что эти объекты в воде засечь в общем и целом гораздо труднее, чем объекты, которые летают над землей. По мнению исследователей, чаще всего подобные необычные явления происходят в зонах глубоководных впадин, в тех местах, где образуются крупные разломы земной коры. Каждая цивилизация, новая цивилизация, начинается с образования вот этой впадины, где, значит, есть север, где юг. Так вот, там будет южный холод, а где будет север, это, по-видимому, где-то в западной части Канады. Вот. Потому что северный полюс тоже переместится здорово. Вот. И вот там, где сейчас ледовитый океан, значит, вот, в особенности земля Франции Иосифа, там должна быть хорошая суша, и вообще ледовитый океан предполагается передислоцировать весь в западную Сибирь. Вот от Енисея и до Урала это будет новый океан. И многие ученые связывают это с тем, что именно на этих территориях может обитать неизвестная человеку высокоразвитая цивилизация. Но насколько она доброжелательна к человеку? Появление НЛО, бум НЛО, который показал практически наблюдательную уфологию, показал за протяжении, там, вот 40-50 лет, о том, что эти аппараты обладают большими техническими возможностями, которые, ну, непредалимы пока на сегодняшний момент и недостяжимы для человечества. В связи с этим освоение морских глубин тоже появилось как одно из технических направлений необходимых человечества. Вполне возможно, что аварии, огромные цунами и землетрясения, происходящие рядом с океаническими впадинами, не случайны. Так подводные жители испытывают на людях свое новое оружие. А недавно эта, казалось бы, невероятная теория получила свое научное подтверждение. Проведя ряд исследований, ученые пришли к выводу, что под чудовищным натиском гравитационных сил литосферные плиты Земли приходят в движение. Но главный вопрос в том, что или кто заставляет их двигаться? Когда одна плита пододвигается под другую и сжимает ее в определенном смысле своим движением. И, направляясь под эту плиту, жесткие плиты между собой контактируют, и землетрясения могут наблюдаться до значительно больших глубин, вплоть до глубин 600-700 километров. Исследователи утверждают, что Тихий океан как раз то место, где чаще всего происходят необъяснимые аномальные явления. Именно в его акватории нередко наблюдаются неопознанные летающие объекты, которые на огромной скорости выныривают из воды. И умные, умные наши предки, которые делали древние цивилизации, реально понимали, что базировать цивилизацию на океанском разломе между двух огромных материков Америки, северной и южной вместе взятой, и Евразии, на разломе – это заведомо обречь себя на постоянные катаклизмы. То, что происходит в Апонии. Вот Апония – это остаток, в смысле, страна, которая сидит практически вот на таком разломе. История с Фукусимой, история постоянно с цунами. Древние, как это ни странно, были гораздо мудрее нас. Так выглядит Тихоокеанский огненный пояс Земли. Ученые называют его местом аномальной тектонической активности. В этой зоне происходят самые мощные землетрясения и извержения вулканов. И именно здесь чаще всего бесследно исчезают подводные лодки и корабли вместе с экипажами. Моряки нередко сходят с ума и бросаются за борт в океаническую пучину. Невероятно. Но в этом месте даже время на часах останавливается. Действительно, это место очень интересное и примечательное тем, что постоянно в средствах массовой информации попадаются сведения о том, что там пропадают и корабли, воздушные суда, течет время вспять и так далее. То есть такие какие-то необъяснимые вещи. Глубоководные впадины, как ловушки, расположены по всему океану. И попадая туда, корабли и экипажи становятся настоящей добычей для неизвестных существ. 14 декабря 1992 года газетные заголовки пестрели сенсационными новостями. Из морской пучины поднялось на поверхность печально известное судно «Титаник» с живыми пассажирами на борту. И это через 80 лет после катастрофы. Группа ученых ряда стран, долгое время изучавшая обстоятельство гибели «Титаника» пришла к не менее сенсационному выводу. По их мнению, лайнер в 912 году был потоплен некой подводной цивилизацией или НПО. На правой нижней стороне «Титаника» обнаружены три огромные пробоины. Исследования показали, что сделаны они с помощью лазерных лучей. А подобным оружием в то время могли обладать только высокоразвитые цивилизации. Это была одна из самых загадочных и масштабных катастроф в истории ВМС США, которую назвали «Тайфун Кобра». Мощный американский флот в одно мгновение, словно игрушечный, был разбит в щепки огромной 22-метровой волной. Новейшие эсминцы, которые были задействованы для операции по захвату Филиппин, все до одного пошли ко дну. После удара морской стихии 19 кораблей были отправлены в капитальный ремонт. Из них три авианосца, два экскурсных авианосца. Всего было где-то порядка 200 самолетов погибло. Мало того, что корабли от этой волны, даже линкоры, они получили крен до 70 градусов, вложились практически на борт. В этой схватке с морской стихией погибло около 800 американских моряков. Свыше 100 человек получили травмы и тяжелые ранения. Подобных потерь Америка не знала со времен Пёрл-Харбора, когда в 1941 году Япония нанесла сокрушительный удар по Тихоокеанскому флоту США. Но какая сила уничтожила американские корабли и самолеты? Что это было? Новейшие японские разработки оружия? Или здесь не обошлось без внеземного вмешательства? Американские все вот эти метеостанции или не передавали никаких признаков ухудшения погоды. И еще раз повторяю, самое главное, что самолеты, летавшие вокруг на расстоянии как минимум 150 километров, ничего не обнаружили. И откуда взялась эта волна? Накануне катастрофы не было никакого штормового предупреждения. А в найденном после трагедии бортовом журнале за тот роковой день осталось сообщение о том, что океан был спокоен, а южный ветер дул очень слабо. И ситуация не проясняет, а еще больше запутывает то, что японцы накануне японская правительство предложила всем японцам помолиться богине Солнца о даровании побед над сопостатом, чтобы был уничтожен американский флот. Японские священники заявили, что сгусток молитвы на энергии погубит американский флот. Исследователи сошлись в едином мнении. Мощная волна, которая разрушила корабли, была результатом применения секретного тектонического оружия. Страшнейшее цунами, страшнейшее землетрясение вызвано тем, что какие-то устройства, какие-то, может быть, даже не взрывчатка, а какие-то резонаторы были поставлены, электромагнитные устройства, а может быть, даже ядерное оружие. Субтитры создавал DimaTorzok и, собственно, как сказать, гипотеза. Нет, была даже наша первая атомная подводная лодка 627-го проекта как раз делалась именно под вот эту сверхмощную атомную бомбу, как носитель атомной бомбы. Бомба была настолько велика, что она выстреливалась торпедой диаметром полтора метра. Однако, вскоре стало ясно, что советские гидрологи ошиблись, рассчитывая высоту волны, которая образуется в результате такого мощного взрыва. Так, проект был признан слишком рискованным, а подводную лодку секретного 627-го проекта переориентировали под другие задачи. О том, что в водах мирового океана наблюдаются необъяснимые явления, знали давно. Сообщения, подкрепленные документами, относятся еще ко временам Пушкина и Байрона. То вылетят из-под воды и взмоют высоко в небо светящиеся красные шары, то нырнет в глубину какой-то летающий объект. Все эти наблюдения дают ученым возможность утверждать, что цивилизация, которая сумела создать летательные аппараты, способные преодолевать даже гравитацию, в сотни раз превосходят человечество. И обитают эти разумные существа на дне мирового океана. Но что за существа смогли создать столь уникальные аппараты? По одной из версий, на дне мирового океана до сих пор обитает легендарная цивилизация атлантов. Мы говорим о том, что были некие земноводные люди, которые, ну не люди, а некие существа, которые, когда цивилизации погибли, они ушли и живут там под водой. Люди, которые, даже не люди, существа, которые владели древними знаниями мистическими. Им не зачем было отращивать жабры. Им не зачем было превращаться в тритонов. Две тысячи лет назад Атлантида простиралась от Канарских островов до Гибралтара. Древние легенды, сохранившиеся до наших дней, повествуют, что атланты навлекли на себя гнев богов. В наказание с небес была послана комета Тифон. Она попала прямо в центр острова, где обитала высокоразвитая цивилизация. Был материк, да. Там мифология на самом деле привязана больше к событиям всемирного потопа. Если возьмем предание океане, островов, которые расположены недалеко, австралийских аборигенов, то там основная мифология начинается, как правило, уже с послепотопных событий. Результаты современных исследований показали, в Атлантическом океане, на территории, где когда-то по предположениям находилась Атлантида, есть след от падения огромного небесного тела. Так, по предположениям ученых, образовалась самая глубокая впадина Атлантического океана, Пуэрториканская. Ее глубина 8380 метров. Когда большой метеорит врезается в кору, а карта там, собственно говоря, несколько десятков километров всего, она, естественно, трескается. Совершенно понятный процесс. Ударьте по яйцу, увидите, что скорлупотреснуло. Чуть посильнее. Увидишь, что места, которые там разойдутся, будут очень сильно напоминать тоже Марианскую впадину, если не сильно разбить яйца. Однако существует еще одна более невероятная версия, которую выдвинули российские исследователи. По ней загадочный объект, ставший причиной гибели целого материка, вовсе не был небесным телом. А на Атлантиду упал неизвестный космический корабль. Была взорвана планета Фаэтон, то все население ее было уничтожено вот этими взрывами. И это был настоящий ад, после которого ничего не осталось. А вся эта верхушка во главе с Господом опустилась к нам, вот на этих НЛО. И объявили себя нашим предкам, объявили себя как живые боги. По легенде корабль этой цивилизации был настолько велик, что материк не выдержал и вместе с ним ушел ко дну. Является это красивой легендой или же история вполне реальна остается загадкой. Мысль о возможности существования подводных цивилизаций долгое время владела умами писателей и фантастов. Так как дно мирового океана остается практически неизученным, можно с легкостью вообразить, что где-то там существуют скрытые подводные города, построенные разумными существами. Эта энергетика земли держала это все. Причем мы никогда не сможем сделать из туканов острова Пасхи, мы никогда не построим пирамид Египта, мы примитивные, поскольку мы не знаем заклинаний, великих заклинаний, но Бог сделал так во многом из-за греха атлантов, он убрал из памяти людей знания Божьих заклинаний. Эта новость в свое время потрясла научные круги. В начале 1977 года эхолоты рыболовецкого судна зарегистрировали на дне океана несколько в стороне от Бермудских островов неровность, напоминающую пирамиду. Ее высота почти 150 метров, длина стороны основания 200 метров, а наклон боковых граней такой же, как и у пирамиды Хеопса. Одна из сторон этой пирамиды длиннее другой. Спускались на подводных лонках, в районе Бермудского треугольника, видели там пирамиды. Пирамиды, вполне понятно, там, я думаю, есть. Пирамиды мощнее, они, я думаю, выдержали удар кометы Тифона, потому что пирамиды, они построены как энергетическая структура. Но обработка-то твердых каменных пород, базальта и гранита, идет на уровне высших космических технологий. Как можно обрабатывать часть стены, там, 10-метровую, например, да? Ну, как ее можно обрабатывать, когда было только бронзовое орудие, у египтян, у тех же, они не имели ни железного, ничего, ни орудия. Как можно это обработать, огромные блоки по, там, от 20 тонн до 200 тонн? Вы можете себе представить, как его можно вырезать? Проведенные исследования говорят о том, что возраст пирамид, обнаруженных на морском дне, не превышает 500 лет. Кто и зачем построил их, остается загадкой. Однако многие исследователи утверждают, что подобные сооружения являются мощными энергетическими центрами. В 1970 году доктор Рэй Браун поехал отдыхать на остров Барии, расположенный вблизи Багамских островов. Ученый был любителем подводного плавания. Однажды он пошел на погружение. Каково же было его изумление, когда на большой глубине он обнаружил хорошо сохранившуюся пирамиду, снабженную неизвестной техникой. Среди стержней и держателей находился кристалл. Через несколько лет на дне Саргассова моря были обнаружены высокоэнергетические кристаллы неизвестного происхождения. Своим излучением они выводили из строя навигационные приборы кораблей и даже воздействовали на людей. Не исключается, что аномалии в районе Бермудского треугольника возникли вследствие воздействия этого энергетического комплекса. С какими-то аномальными явлениями. Остановка времени, замедление времени, какая-то обстановка на поверхности океана, непонятные белые полосы и так далее. То есть такие непонятные вещи. В 1993 году американский еженедельник Ньюс вышел с сенсационной статьей о загадочном происшествии с американской подводной лодкой, плававшей в районе Бермуд на глубине 200 футов. Матросы услышали странный шум за бортом и почувствовали вибрацию, продолжавшуюся около минуты. А затем вся команда мгновенно постарела. Но самое удивительное выяснилось после всплытия на поверхность. Оказалось, что субмарина находится в Индийском океане, в 300 милях от восточного побережья Африки и в 10 тысячах миль от Бермуд. Последняя запись в создавом журнале значится, что все вроде нормально, ведется, как бы это, никаких каких-то там записей таких зловещих планов вроде бы не было. То есть штормов и так далее, каких-то сильных таких катаклизмов не было в этот период и, значит, совершенно непонятно, куда делись люди-то. Разгадать тайны океана пытались многие ученые. Какие секреты спрятаны глубоко под водой? Гипотезы о светящихся микроорганизмах и об обмане зрения не выдерживают ни малейшей критики. тайны базы инопланетян? А может там в подводном царстве существуют иные цивилизации, которые живут параллельно нашей? Возможно, через несколько сотен лет официальная наука сможет дать ответы на все эти вопросы. Ну а пока нам остается лишь предполагать. Как это не парадоксально, но мировой океан изучен гораздо меньше, чем космос. На орбите побывали уже сотни людей, а на глубину даже 6 километров опускались единицы. Между тем ученые убеждены, главные тайны нашей цивилизации спрятаны именно там.